Сегодня на уроке мы поговорим про фрагменты, что это такое и как вообще с ними работать. Сильно в теорию пока что мы вдаваться не будем, потому что я думаю, легче всего посмотреть на деле, как они работают, чтобы уже поняли вообще, как все это работает, и после уже закрепить все это теорией. Поэтому мы просто немножко сейчас пробежимся, там немного вам расскажу про фрагменты и сразу перейдем к действию. Создадим их, запустим и посмотрим, как все это работает. Думаю, сделаю пару уроков, два-три урока, наверное, по этой теме, потому что я хочу показать еще, как взаимодействовать между собой фрагменты, как передавать данные между фрагментами, либо между фрагментами и activity. Что из себя представляет фрагмент? Ну, если мы вот сейчас почитаем на испанском, я вам сейчас приведу сразу. Un fragment representa una parte reutilizable de la EU de tu app. Итак, перевожу. Здесь говорится о том, что фрагмент представляет собой часть, которую можно переиспользовать, вернее, часть интерфейса, которую можно переиспользовать в нашем приложении. А именно, у нас есть кусок какой-нибудь, ну, например, там список или еще что-то. Все. Мы взяли его, этот фрагмент у нас, и там все обрабатывается, все нажатия, все события, нажатия на этот список, загрузка списка и так далее. Так вот, мы что можем сделать? Мы можем переиспользовать данный фрагмент и, например, показывать его только в половине экрана, либо в разных activity. Каким образом удается это сделать? Дело в том, что фрагмент это как бы модуль внутри activity. Фрагмент сам по себе жить не может, то есть он сам по себе не работает. Он встраивается в activity, поэтому у нас так и остается основным элементом это activity. То есть у нас все работает на activity. Activity закрылось, и все, и фрагменты все закрылись. То есть на одном activity мы можем запускать несколько фрагментов, поэтому мы можем, например, разделить экран на несколько частей и запускать там фрагменты, понимаете? И у нас на каждом фрагменте есть свой код, есть своя разметка и так далее, и мы можем их заменять. Поэтому у нас на одном и том же экране, на одном и том же activity могут появляться разные фрагменты и взаимозаменяться. Например, у нас есть какой-нибудь список, нажали на элементы списка, этот фрагмент заменился на следующий, А на следующем фрагменте уже показывается полное описание Какого-нибудь элемента, либо продукта Либо еще что-либо Так вот, вот таким вот образом все работает Они работают намного быстрее, чем Activity Потому что если мы запускаем новый Activity Как вы видели, то у нас начинается переход Как бы загружается Activity и так далее А если мы запускаем фрагмент, он запускается намного быстрее И Activity продолжает работать То есть все, что у нас было на Activity Какие-то там переменные, что-то было в памяти Все остается нетронутым Потому что Activity не закрывается У нее не запускаются функции не Unpause, не Undeployed, ничего То есть Activity продолжает быть активным И уже на этом Activity запускается фрагмент Это как бы модули, фрагменты интерфейса Которые запускаются и у которых есть свой код Ну, что-то в этом роде В дальнейшем я вам более подробно расскажу Об этом, ну, сейчас, я думаю, этого хватит И вот здесь показано, как все это работает Вот смотрите, например, на больших экранах Что мы можем сделать, как я уже говорил Смотрите, у нас один фрагмент представляет собой Список, и второй тоже список Поэтому, если я здесь в списке в одном фрагменте что-то выбираю То здесь открывается еще один список То есть список внутри списка, понимаете? Если у нас большой экран, ну, например, планшет То мы можем два фрагмента показать сразу на одном и том же экране Поэтому это очень удобно Здесь показывает список один А здесь уже второй В зависимости от того, что я выбрал на первом Нажал вот сюда и появился список Ну, например, здесь написано фрукты Нажал, а здесь список фруктов появился Фруктов, извиняюсь Но если мы находимся на маленьком экране Ну, например, на смартфоне То у нас список один появляется Нажимаю на элемент И вот этот вот фрагмент заменяется на новый фрагмент То есть у нас они как бы взаимно заменяются Потому что они не умещаются оба И нам не нужно для этого открывать новые Activity Еще нужно понимать одну вещь, что У фрагмента есть свой собственный цикл жизни Но он зависим от цикла жизни Activity Потому что Activity является главным Потому что фрагмент запускается на Activity Так что если в Activity сработал какой-то цикл жизни То, естественно, он сработает во фрагменте Если у нас Activity полностью закрылась То и фрагмент закроется Поэтому это нужно понимать О циклах жизни фрагментов Вы можете почитать вот здесь Я вам ссылку тоже оставлю в описании Вот здесь есть все у нас разные Видите? Unattouch, Uncreate, UncreateView, UnactivityCreated И так далее Все они запускаются в определенный момент Когда что-то происходит с фрагментом Например, когда фрагмент подключается к Activity Когда фрагмент создан Когда создается разметка нашего фрагмента То есть у нас у фрагмента есть свой собственный user-интерфейс Правильно? Разметка Когда она создается Вот здесь, в этом UncreateView Мы и передаем View Которую хотим Вернее, нашу разметку Которую хотим показать на экране Дальше UnactivityCreated Эта функция, например, запускается Когда у нашего Activity Где запустился этот фрагмент Запускается Uncreate У Activity есть функция из цикла жизни Это Uncreate Как только она запускается После нее запускается уже во фрагменте Который мы запустили Дальше UnnewStateRestored Unstart, Unresume, Unpause и так далее В общем, если вам интересно Можете здесь почитать Когда мы уже немножко изучим фрагменты Я, наверное, сделаю отдельный урок И мы уже подробнее поговорим про теорию Я сделаю перевод на русский язык И добавлю на мою веб-страницу Если вам интересно Так, ну все, давайте перейдем к коду И уже на деле посмотрим, как все это работает Сегодня посмотрим просто, как создать и запустить фрагмент А на следующем уроке уже посмотрим, как передавать данные между Activity и фрагментом, например Так, открываем Android Studio Выбираем Create New Project Выбираем Empty Activity Next Здесь я назову проект фрагмент И все Язык программирования, естественно, Kotlin Ну и здесь имя пакета неважно в данном случае Финиш Все, создается наш проект Как только закончится создаваться Мы сразу создадим один фрагмент для тестов Чтобы вы посмотрели, как все это работает И как этот фрагмент можно запускать Итак, здесь, где у нас находится MainActivity Создаем фрагмент Правая кнопка мышки New и выбираем Вот здесь у нас есть, видите, фолдер И есть вот фрагмент И выбираем фрагмент Blank Все То есть это у нас будет пустой фрагмент Так и оставим Blank фрагмент Нам без разницы, потому что это просто тест Жмем Finish И все, создается наш фрагмент И создается разметка для него Открываем layout и смотрим Видите, называется фрагмент Blank Здесь на этой разметке ничего нет Просто один TextView и FrameLayout В этом TextView написано Hello BlankFragment Ладно, идем теперь в BlankFragment И смотрим, что здесь создается Здесь есть разные аргументы То есть, когда передаем что-либо на наш фрагмент Нам это не нужно Это просто пока что удаляем Вот это тоже удаляем Это нам неинтересно Функция Uncreate нам не нужна Потому что она использовалась здесь В этом примере Для передачи данных на наш фрагмент Нам это не нужно И вот на функции, которая нам нужна UncreateView Когда запускается функция UncreateView Нам здесь нужно С помощью инфлейтера Надуть нашу разметку Видите? Но мы будем использовать ViewBunding Я вам покажу, как используется ViewBunding на фрагменте Вот и все Потому что в этой функции Видите, приходит Inflator, Container И SaveItInstantStateBundle Нам интересен Контейнер Видите? И наша разметка А разметка называется Фрагмент Blank Все И с помощью инфлейтера Надуваем этот View И он передается Когда запускается функция UncreateView Return Видите? Все И тогда у нас появится разметка Ладно Здесь есть Component Object Что это такое? Это используется для того Чтобы сделать Singleton Что это означает? Это означает, что Чтобы не создавать Несколько инстанций Несколько экземпляров Нашего фрагмента Мы один раз запускаем NewInstance Если уже наш фрагмент создан То мы просто получаем Его инстанцию Из памяти А если он еще не создан То создается Вот для этого это используется Мы могли бы это и не использовать Давайте это удалим Опять же Сюда придутся параметры Они нам не нужны И все И здесь тоже Удаляем Видите? Эта функция запускается NewInstance И нам выдает Либо новый фрагмент Либо инстанцию Которая уже создана Без этого Ну сейчас я вам покажу С этим и без этого Как все это работает Все Вот видите? Это и есть код фрагмента Дальше есть еще циклы жизни Данного фрагмента Мы можем в них что-то делать Ну например находить там Разные элементы Есть у нас циклы жизни Unview Created Давайте посмотрим Unview Created Вот здесь когда уже Видите мы передали Inflate Чтобы надуть нашу разметку Как только она создалась Все view созданы Запускается функция Unview Created И вот здесь мы можем найти Наши элементы Ну например с помощью FindViewById Либо использовать Binding Class Для того чтобы получить элементы И что-нибудь здесь сделать Присвоить слушателей Нажатий Изменить текст Или все что угодно Все Ну пока что это нам не нужно Как же теперь запускать Этот фрагмент Для того чтобы запустить В данном случае Мы будем использовать FrameLayout Давайте посмотрим Как все это делается Если мы идем на разметку ActivityMain То смотрим Куда мы хотим Вживить наш фрагмент Мы хотим например В верхнюю часть экрана Мы могли бы его Вживить этот фрагмент Вообще во весь экран Но я не хочу этого делать Давайте сделаем В половину экрана И посмотрим как все это работает В наш ConstraintLayout Добавляем FrameLayout Все Перетаскиваем сюда FrameLayout Прикрепляем его Книзу этого TextView Кверху Слева Справа Так снизу не прикрепился Давайте еще раз Прикрепим Все И выбираем LayoutHeight MatchConstraint Все видите Вот здесь находится наш фрагмент Вот сюда мы и будем вживлять Наш фрагмент Вернее здесь сейчас находится Не наш фрагмент А FrameLayout Для того чтобы вживлять Наш фрагмент Мы используем FrameLayout Он лучше всего Работает с фрагментами И нужно дать ему Идентификатор PlaceHolder К примеру Все Я назову его PlaceHolder Потому что по этому Идентификатору Мы будем указывать Нашему фрагменту Где нужно Запустить Разметку Показать разметку Нашего фрагмента И теперь Мы могли бы сюда Показать один фрагмент Представьте что изначально У нас здесь показывает Какой-нибудь список А после Если мы что-нибудь сделали Нажали на какую-нибудь кнопку Либо на элементы списка То у нас Этот фрагмент Который показывает список Он заменяется На другой фрагмент Который показывает Например описание Либо еще что-либо Какую-нибудь кнопку Либо какую-нибудь картинку И так далее нет никакого фрагмента. У нас просто placeholder, и все. Как просто показать один фрагмент? Для того, чтобы показать его, мы идем в mainActivity. Давайте его покажем сразу, как только открывается Activity, и сразу там покажем наш фрагмент. Для этого мы берем supportFragmentManager. Дальше beginTransaction Для того, чтобы запустить наш фрагмент, дальше точка replace, то есть заменить то, что есть уже в контейнере, вернее, не то, что есть, а тот фрагмент, который уже есть в контейнере, на новый. У нас пока что там нет никакого фрагмента, значит просто вставится наш фрагмент, и все. Если бы там был какой-нибудь фрагмент, то тот фрагмент заменится на новый фрагмент. Вот и все. Вот так вот они взаимозаменяются. Смотрите, я теперь пишу replace, и здесь нужно указать r.id точка и название нашего идентификатора, нашего placeholder, а именно контейнера, так не то, в ActivityMain контейнера, в который в себе и будет содержать наш фрагмент. А это и есть наш placeholder, это frameLayout. Видите, в верхней части. Все, и теперь запятая, и нужно указать фрагмент, который мы хотим туда поместить. А у фрагмента есть уже разметка, правильно? И за этой разметкой следит наш код. То есть, вернее, если у нас есть какие-нибудь действия, там, слушатель нажатий и так далее, они все происходят вот здесь, на этом фрагменте. И все, а разметка добавляется вот сюда, в placeholder. Есть два способа запустить наш фрагмент. Мы можем написать фрагмент, извиняюсь, не так, у нас называется blank fragment, значит пишем blank fragment, и вот так вот указываем круглые скобки. Мы сейчас создаем просто инстанцию нашего фрагмента, и каждый раз она будет создаваться. Можно таким образом создать несколько экземпляров. А если мы используем компаньон object, который уже был по умолчанию, то у нас создаст только одну инстанцию, и если уже создано, если еще раз попытаемся запустить опять же через new instance, то возьмет либо новую инстанцию, либо создаст, вернее, возьмет либо старую инстанцию, если она уже есть, либо создаст новую, если ее нет. Видите? То есть это и есть singleton pattern. Так, все. Для того, чтобы это сделать, тогда не нужно ставить уже круглые скобки. Ставим точка, есть у нас new instance. Видите? Вот так. Вот таким образом может сделать. Ладно, но в любом случае, как бы мы это ни сделали, результат будет один и тот же в данном случае. Если сейчас мы это все запустим, у нас пока ничего не сработает, и наш фрагмент не покажется в этом placeholder, который мы создали. И дело в том, что когда мы запускаем все вот это, нам нужно применить все это с помощью функции commit. Ставим точка, commit. Вот теперь все запустится. Давайте посмотрим, что произойдет. В принципе, ничего особенного не произойдет. Просто-напросто на то место, где у нас находится этот frame layout, добавится разметка нашего фрагмента, то есть запустится наш фрагмент, начнется его цикл жизни, и все, и там появится то, что у нас есть в разметке. А там в разметке у нас находится hello blank fragment. Вот и все. Все, видите, запустилось, и здесь написано hello blank fragment. Таким вот образом запустился наш фрагмент. Если бы я после хотел запустить еще какой-нибудь фрагмент на это место, то что бы я мог сделать? Ну давайте добавим какую-нибудь кнопку, я при нажатии на эту кнопку, на место этого фрагмента добавлю новый фрагмент, то есть оно взаимозаменяется. И тогда этот фрагмент, blank fragment, исчезнет. Для этого создадим еще один фрагмент, правая кнопка мышки, new, выбираем фрагмент, и выбираем фрагмент blank опять. То есть уже будет blank fragment 2. Жмем finish, и опять же удаляем все эти parm, они нам не нужны здесь. Пока что на этом уроке это удаляем, uncreate тоже удаляем, разметку так и оставим пока что, компаньон object, уберем все эти описания, они нам не нужны, и из компаньон object также уберем добавление этой разметки. Так, удалил нечаянно одну фигурную скобку, возвращаю ее на место, и все. Здесь вот эти тоже parm удаляем. Все, вот так у нас выглядит второй фрагмент. Сейчас посмотрим, как его запустить. Для того, чтобы его запустить, естественно, нужно добавить какую-нибудь кнопку на наш main activity, где-нибудь внизу, давайте ее добавим, button, вот здесь, и при нажатии на нее будем открывать новый фрагмент. Ладно, все. И посмотрим заодно, как с помощью viewbinding все это делается. Нам нужно подключить viewbinding, для этого идем в Gradle Script, build Gradle, model, вот здесь. И вот здесь пишем build futures, build futures, открываем, закрываем фигурные скобки, пишем viewbinding, true, то есть подключаем viewbinding. У нас теперь будет работать viewbinding. Об этом я уже рассказывал, так что думаю, вы уже знаете. Идем в main activity, создаем теперь late init var, это у нас будет binding, двоеточие, и это будет у нас activity main binding, вот он, activity main binding. Все, теперь у нас уже будет не таким вот образом добавляться наша разметка, опишем binding, нужно инициализировать наш binding класс, поэтому пишем activity main binding inflate, и сюда передаем layout inflator, пишется с маленькой буквы, а не с большой. Все, и теперь из binding класса берем root элемент и передаем в set content view. Все, вот так вот сработало все. Теперь нужно посмотреть, что за идентификатор есть у нашей кнопки, это просто button, назову b, frag2, к примеру, фрагмент второй. refactor готово. Все, при нажатии на эту кнопку здесь должен появиться второй фрагмент. Давайте посмотрим, что есть на втором фрагменте. Здесь тоже ничего нету. Давайте заменим наш текст на что-нибудь другое. Добавим сюда, к примеру, layout, это у нас будет linear layout horizontal во весь экран, и добавим сюда какую-нибудь кнопку, просто так. Добавим ее сюда, и выберем у нашего linear layout gravity center. Gravity center. Все, кнопка будет в центре. Все, это у нас то, что появится на втором фрагменте, если я его открою. Теперь возвращаемся в main activity. Что здесь у нас есть? Здесь нужно теперь добавить слушатель нажатия, естественно, и делаем таким образом. Пишем binding, точка, и у меня есть b, frag2, видите, кнопка. Выбираем set, unclick, listener. Click listener. Все, вот он слушатель нажатий, и теперь просто-напросто здесь запускаем, опять же, support fragment manager, и здесь уже запускаем второй фрагмент. Этот второй фрагмент, опять же, заменит то, что находится в placeholder, уже на содержимое второго фрагмента. Здесь у нас будет уже blank fragment 2, видите, то есть, вот эта часть кода не запускается, пока не нажмем на кнопку, потому что это слушатель нажатий, а вот это запускается сразу, когда запускается uncreate, видите, то есть, у нас код запускается вот так, извиняюсь, не туда перенес, так, у нас код запускается вот так, запускается uncreate, сразу после фигурной скобки, и вот запускается все вот это, вруруру, по очереди, но когда доходит сюда, просто создается слушатель нажатий, и он ждет, когда мы нажмем на кнопку, поэтому этот код, внутри слушатель нажатий, вот этого, не запускается, а вот это запускается, так что запускается сначала первый фрагмент, а второй запустится при нажатии на кнопку, запускаем наше приложение, и смотрим, все запустилось, вот смотрите, появился у нас первый фрагмент, изначально, если я нажму на кнопку button, бум, появился второй фрагмент, а на втором фрагменте у меня была кнопка, вы помните, я добавил ее, а вот в принципе все, и мог бы появиться и третий, и четвертый, а мог бы появиться один вот здесь, а второй вот здесь, либо несколько, ну вы понимаете, то есть, я просто вам показываю, например, здесь кнопка, а там TextView. Смысла в них вообще никого нет. Но, как вы понимаете, это просто View. Я бы мог сюда добавить и список, и разные Edit-тексты, чтобы заполнять какую-то информацию. Все что угодно. И когда я что-то здесь делаю, например, жму на эту кнопку Button, то все действия, все события, которые происходят на этом интерфейсе, они происходят уже в бланк фрагмент 2. Вот здесь. Мне их нужно отслеживать вот здесь. Потому что сейчас у меня на экране, видите, вот эту часть занял фрагмент 2. А все вместе находится, вернее, все эти фрагменты запускаются на Activity. Поэтому все, что я сделаю вот здесь, например, вот эта кнопка Button, видите, она запускается уже на Activity. Поэтому у нас есть взаимодействие между фрагментом и Activity. Потому что у нас одновременно запущены сейчас и Activity и фрагмент. Мы не можем 2 Activity запустить. Поэтому раньше, когда мы что-то делали, мы, например, запускали Activity, и если нам нужно, например, второй экран открыть, то мы закрывали первое Activity, и открывалось второе Activity по очереди. Автоматически, когда мы запускаем второе Activity, первое уходит как бы в спячку. Поэтому мы открываем одно либо второе. Но когда мы используем фрагменты, мы можем открывать несколько сразу. Понимаете? И мы можем переходить между ними, закрывать их и так далее. Ладно, на этом у меня все. Надеюсь, что вам все вначале понятно, потому что дальше я вам еще покажу. Так, ну здесь чтобы, извиняюсь, извиняюсь, прежде чем закончить, я вам не показал, как во фрагментах переводить на binding. Здесь то же самое. У нас же фрагмент называется фрагмент бланк 2, значит, просто-напросто я пишу здесь. Таким вот образом. Val, к примеру, это будет binding равно фрагмент, где у нас есть фрагмент, так, ну ладно, напишу фрагмент, бланк 2 binding. Видите? Все то же самое. Точка, inflate, только здесь уже передаем не layout inflator, как мы писали, а здесь уже приходит inflator. Видите? Inflator в этой функции, вот он, Inflator. Вот сюда мы его передаем. Inflator. Все. И теперь этот binding класс просто передаем вот сюда, в return. Видите, вот так пишу binding.root, потому что нам нужно передать в view, правильно? Это и есть наш фрагмент layout. Вот и все. Вот таким образом мы сделали то же самое, только теперь с помощью binding класса. Теперь из binding мы можем доставать все, что нужно. Но его нужно было сделать вообще вот здесь вот глобальный переменный на уровне нашего фрагмента вверху, и тогда бы мы получили доступ отовсюду к нему. Но мне сейчас это делать не нужно. Теперь запускаем и смотрим, что все работает как и раньше, но теперь мы подключили его через binding класс. Жму на кнопку, видите, так же все открылось. На следующем уроке я вам покажу, как можно закрывать фрагменты, как можно переходить с одного фрагмента на другой, и как можно передавать между ними данные, например, с activity на фрагмент. И уже на третьей части мы уже подробнее поговорим о теории фрагментов, в чем они помогают и так далее. Надеюсь, что вам видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Ссылка на мою веб-страницу найдете в описании, там находятся все уроки по Kotlin. И жду вас уже на следующем уроке. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok